Что-то не так. Я хочу сразу сказать, что спасибо болельщикам, они очень помогли. И, конечно, в Волгограде болельщики разбираются, поэтому вы сразу же на них задаете вопросы, такие слабые, но, как раньше говорили, очко победы, два разгром. Поэтому я считаю, что на это внимание обращать не надо. Даст Бог, у нас еще будут победы. Еще раз повторяю, спасибо болельщикам. Но первую победу она окрыляет, да? Не знаю, как окрыляет, не знаю, это нужно работать, работать и работать. Как бы, конечно, она придаст сил, придаст сил ребятам и в чем-то покажет, что мы где-то правильно делаем, где-то неправильно делаем. Обязательно свои ошибки исправим и будем стараться для вас, для наших болельщиков, для руководства, для всех. По ходу матча проигрывали там по семь, по девять, если не ошибаюсь, было очков. Вот что, с чем связаны такие вот перепады? Вы знаете, у меня лично, конечно, есть мнение, да, но оно чисто профессиональное. И, как бы, оно бы, конечно, все оправдало. Но я еще раз повторяю, что не важно, как ты там в матче, нужно характер проявить себя, вернуться в игру. Мы это сделали и благодаря всем этим факторам мы выделяем. Ну, я не знаю, тренеры обычно не выделяют никого. Вы могли бы хотя бы назвать несколько? Нет, в коем случае нет. Но кто вас приятно, может быть, удивил? Вы знаете, с Егоровым мы были сейчас на чемпионате Европы среди молодежных команд. То есть, я его знаю, то есть... Заходите. Хорошо. Ну, как бы, ну, вся команда. Ясно. Ну, вот эта вот победа, как бы, да, из четырех, по-моему, сыгранных матчей уже, это первая победа, да? Ну, все же, наверное, есть еще над чем работать, но в первую очередь, наверное, приоритеты нужны. Меня зовут Юрий, фамилия Кушнолёв Радик, он самый справедливый. Какие-то приоритеты в плане работы вы должны для себя предъявить, и на время уже определили. Ну, сейчас пришел соперник, и очень уважаемый человек, тренер, еще прошедший в СССР, и все, я против него играл, и все. И вот, если честно, вот этот, ну, как бы, хочу сказать спасибо команде, вот, Альбаска, не за то, что они сегодня там, а за то, что они нормальные люди, и нормально к нам отнеслись, к нашим проблемам. Это отдельно было. Конечно, будем работать, конечно, будем работать над многим, и, я думаю, очень много работы. Ну, вот сегодня играли два дебютанта в Суперлиге, но в Суперлигу попали по-разному. Команда, как бы, собрана буквально за месяц, и команда, которая прошла школу высшей лиги, что скажете вообще по игре? Ну, по игре такое было. Во-первых, я хочу поздравить команду противника с победой, и хочу поздравить, первое, что мне очень важно, что в Волгограде есть команда, потому что в Волгограде считаю, что он достойный команды, и что баскетбол здесь был, потому что здесь очень большие традиции. Когда-то еще начинал от Огониста, продолжали там и тот же Мадзин, и Борис Михайлович, и третья женщина была еще. Козловская, да, я с ней знаком был очень много лет, и что у нас сейчас возродилась именно команда, и то, что команда в городе, это, считаю, очень большой плюс, потому что такой город. А конкретно по игре уровень у спутбола был не очень высокий, и процентные показатели, как бы, так, не очень. Ну, да. Ну, особенно концовка, когда нокаут страстей вырос. Вы заявили перед этой игрой Варламу, да? Да, он еще, конечно, пока не в форме, но, понятно, я тренировка практически. Ну, я думаю, что он поможет, потому что все-таки он опытный игрок, и 16 подборов, которые он сделал в Волгограде. Говорит о его потенциале. Сейчас надо просто его ввести в лучшую и игровую практику, и в команду. Пока еще нет сыгранности, сыгранной. Тоже работы хватает. А будет команда. Спасибо вам за общение, за игру. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.